Всем привет, я Татьяна Андреева. В этом видео будет три классные идеи DIY для рабочего стола, конкурс и два приза и куча полезной информации. Для сегодняшней идеи я использовала пустые упаковки от сока разной формы и размера. Видео обещает быть длинным, поэтому лучше уже приступить к процессу творения. Итак, сначала мы сделаем такую настольную урну с квайным личиком. Посмотрите, из этой урны вряд ли просыпется мусор, ведь крышка надежно закрыта. И сейчас я покажу весь процесс ее изготовления. Пустую коробку от литрового сока разрезаем примерно пополам. Сделать это желательно ровненько. Верхняя часть не нужна, работаем с нижней. Сполосните упаковку от сока водой и после высыхания ее можно использовать. Нам нужно обклеить эту заготовку цветной бумагой. Цвет выбирайте на свое усмотрение. Я делаю розовую. Посмотрите, какой клей я использую. Это китайский клей-карандаш ПВА. Китайцы с сайта Gearbest.com мне прислали на обзор несколько вещей, которые я решила подарить вам. О конкурсе поговорим чуть позже. На Gearbest будет крупная распродажа, посвященная 11.11. Каждый год в этот день можно купить очень много классных товаров с хорошими скидками. Смартфоны, планшеты, одежда, игрушки, украшения, все для дома, канцелярия и многое другое. Судя по полученному мою товару, качество продукции на порядок выше, чем на Али. Ссылку на Gearbest я оставила в описании. Вернемся к мастер-классу. Как я уже сказала ранее, обклеиваем заготовку цветной бумагой. Кстати, клей офигенный, правда, довольно мощный. Победители конкурса смогут его оценить. Заклеиваем коробочку со всех сторон цветной бумагой. Ну и, наверное, я была бы не я, если бы не приклеила кавайную мордашку на изделие. Мордочки я распечатала, ссылку на файл я оставила в описании под видео. Ну, вы прекрасно видите, что такую мордашку запросто можно просто нарисовать от руки. Приклеила глазки и ротик. Теперь подготовим два прямоугольника из картона размером чуть больше будущей урны. В центре одного из этих прямоугольников вырезаем прямоугольник поменьше. Нужно обклеить каждую из этих трех заготовок цветной бумагой. Этот прямоугольник я обклеила розовой бумагой со всех сторон. Прямоугольник поменьше я сделала таким. Рамочку я обклеила вот так и вообще заменила здесь гофрокартон на картон обычный тонкий. Так аккуратнее будет. Приклеиваем маленький прямоугольник в центре большого. Это будет крышка урны. И из колпачка от клея-карандаша делаю ручку-держатель для крышки. Просто обклеила ее розовой бумагой в тон урни, обрезала лишние края бумаги, вовнутрь затолкала бумагу, посадила ее на термоклей и приклеила колпачок к крышке. Готово. А эту рамку приклеиваем к урне сверху вот сюда. Нужен клей посильнее. Видите, я использую горячий клей. И фактически настольная урна для сухого мусора готова. Единственное, что просит апгрейда, это крышка, которая никак не зафиксирована. Я решила посадить ее на липучки. И теперь, даже если урна случайно упадет на пол, содержимое точно не рассыпется по полу. Ну вот, мы большие молодцы. Первая идея реализована. Вторая идея. Такой органайзер для карандашей, линеек, ножниц и так далее. В общем, вы поняли. В виде забавной совушки. На рабочем столе она будет не только полезным аксессуаром для хранения канцелярии, но и милым декором. А сделаем мы эту совушку из двух маленьких коробок от сока. Желательно выбирать те, что повыше. Срезаем верхушки и споласкиваем обе упаковки от сока водой. Пусть высохнут. Обе заготовки должны быть одинаковой высоты. Склеиваем их между собой любым сильным клеем или скотчем. С лицевой стороны у верхнего края фломастером намечаем очертание головы совы и отрезаем лишнее. Вот что получается. Дальше лицевую сторону закрываем картоном, который повторяет форму органайзера совы. Таким образом мы скроем место стыковки двух коробок сока. Ну и обклеиваем заготовку совушку цветной бумагой. Это проще простого. Еще нужно подготовить элементы рисунка совы и приклеить их на картон для жесткости. Ссылки на все необходимые файлы и изображения я оставила в описании под видео. Приклеиваем к органайзеру брюшка совы снизу. Потом приклеиваем глаза и крылья. Все, органайзер готов. Оказывается это сделать совсем не сложно. А сова получается прикольная, да? Ну и крайняя в рамках этого диайвай идея. В этот органайзер поместится небольшая канцелярия. Ну типа клея, калькулятора, блокнота, скрепок, стерок и так далее. Уверена, применение точно найдется. Итак, делаем следующее. Коробку мы будем использовать вдоль. Отрезаем верхнюю поверхность от коробки. Споласкиваем упаковку от сока водой и пусть она высохнет. Теперь нужно удалить крышечку, она нам совершенно не нужна. Заклеиваем боковые стороны будущего органайзера картоном. Таким образом с этой стороны мы заклеиваем дыру от крышки. А с этой стороны отгибаем треугольный край, отрезаем его и тоже заклеиваем эту поверхность картоном. Что дальше? А дальше обклеиваем всю упаковку цветной бумагой снаружи и внутри. У меня органайзер будет желтый. Заднюю стенку вот здесь тоже заклеиваем. Как видите, у меня она будет полосатой. Я подготовила смайлики и приклеила их на картон. Теперь нужно приклеить эти смайлики на поверхность органайзера спереди. Ребятки, не забывайте о том, что любые картинки для своих изделий не обязательно распечатывать. Их можно нарисовать и от руки, или перерисовать с экрана компьютера. Я приклеила смайлики и посчитала, что так органайзер выглядит слишком банально. Поэтому решила подрезать лицевую сторону по контуру смайликов. И боковые стороны так уже интереснее. Заклеиваю дно органайзера цветной бумагой. Так, после того, как я подрезала боковые стороны, получились такие некрасивости. Надо исправлять положение. Заклеиваем их полосочками цветной бумаги, ну а лучше картоном. Ну вот так, куда симпатичнее. Этот органайзер готов. Конечно, можно по желанию добавить вовнутрь перегородки, но мне захотелось оставить его таким. Пишите мне в комментариях, какая идея вам понравилась больше всего. Ну а сейчас расскажу о конкурсе. Все призы были приобретены на сайте гербест.ком. Победителей будет двое. Первый победитель получит такую точилку с ручной стружкой. Две упаковки такого мощного клея. Силиконовый пенал на молнии в виде банана. Милую ручку жирафика. И ленточный корректор. Второй победитель получит настольный органайзер для канцелярии в виде яблока. Этот удобный циркуль. Тоже два клея. Набор цветной бумаги для оригами. И ручку в виде милого жирафика. Условия участия в конкурсе простые. Быть подписчиком моего канала. Поставить лайк этому видео. Заглянуть на гербест по ссылке, который я оставила в описании под видео. И обязательно написать в комментариях о желании участвовать в конкурсе. Ну и укажите какой приз вы хотите. Первый или второй. Имена победителей я напишу в описании под видео через 10 дней. Будь готова ответить мне в личку на ютубе в случае победы. А в следующий раз я подарю кому-то из вас такого кота. Это ночник на пульте управления. Можно менять цвета свечения ночника. Добавлять и убавлять яркость. Уберять режим смены цвета. И устанавливать таймер отключения ночника. Он работает от аккумулятора и от сети. В комплекте естественно есть шнур для подзарядки. Следи за следующими выпусками и не пропусти шанс побороться за этот милый приз. От приятных моментов конкурса переходим к не менее приятным приветам. Мои приветы сегодня уходят Полине, Али, Насте, Вероничке, Софине, Вике Сидякиной, Лилии, Рите. Если ты тоже хочешь получить от меня привет в следующем выпуске, напиши в комментариях под этим видео слово привет и свое имя. И возможно именно тебе передам привет в следующий раз. А если ты хочешь, чтобы твой комментарий попал ко мне в видео, не забудь добавить к нему хэштеги «Хочу к Татьяне Андреевой» и «Диайвай». Ты можешь передать привет близкому человеку через мое видео или оставить послание кому угодно. Благодарю всех за вашу обратную связь, любви, удачи, позитива. До новых выпусков и всем пока!